Всем привет! Сегодня будет такая тема о том, нарушают ли испанцы правила дорожного движения. И как всегда, прорекламирую канал своего друга. Сегодня это будет Елена. У нее видео обо всем, о своем городе, о том, как она делает какие-то закупки там, покупает на интернет-страницах разные вещи, ну и про путешествия. Ссылку вы найдете в описании. Нарушают ли испанцы? Нарушают. Если так вот поездить, посмотреть, соблюдают ли они правила дорожного движения, то очень много людей нарушают. В чем оказываются нарушения? Это, например, могут проехать на красный цвет цветлофора, или могут не уступить дорогу. Я бы сказал, испанцы ездят ужасно. Но, как мне рассказывали, раньше они ездили еще хуже. Сейчас они ездят чуть-чуть получше, но если я так смотрю, как они ездят, то это кошмар просто. Испанцы, они как бы, им все равно. Главное, что вот я должен, и все. Там про других они не думают. Но нет таких нарушений, как не пристегиваются ремнем безопасности. Все пристегиваются. Без этого никак. Не помню, что кто-то не пристегивался. Локо. Много людей ездят, когда едут в машине, они за рулем, они используют мобильный телефон, отвечают на смс. Пишут смс, и это видно. Я когда езжу, я вижу, что так сюда, туда, сюда, туда, вот так вот на дорогу. Это очень опасно. И на больших скоростях много таких людей ездят. Очень много. Очень много людей. Локо. Курно. Отсунь, ше, мистантон. Так, я сейчас Локо в клетку закрою, то они дают видео писать. Ты че чирикаешь ты? А? Сейчас я типа грызаю все. Испанцы тоже превышают скорость. Скоростной режим, не знаю, как у вас, но у нас, например, по трассах они катаются очень быстро. Ну, могут до 200 км в час ездить. Это не просто там какие-то, я не знаю, BMW, там Mercedes или какие-то другие такие машины, да, серьезные. У нас может какой-то там, не знаю, Renault или Peugeot может 160-170 по трассе ехать и нормально, да? Или 180 очень ездят быстро. Там, где есть радар, все знают, где есть радар и, конечно же, сбавляют до 120 км в час. В Испании разрешается езда 120 км в час, это по ауто писте, да, это аутострады. А по таким, где двухстороннее движение, один паз идет, не знаю, как паз будет, то там разрешается до 90 ехать, да? Это легковым машинам. Ну, конечно же, машинам, там, грузовиками и так далее, там уже 80, да? С автобусы тоже ездят, конечно же, меньше. В общем, вот такой вот скоростной режим у нас, да? Очень быстро едет. Много аварий бывает из-за того, что превышают скорость. Ездят пьяными за рулем тоже. Тоже употребляют наркотики и садятся за руль. Это в основном, это молодежь делает. По городу у нас 50 км в час. Ну, конечно же, все едут 70-80 бывает по городу, разгоняются, да? Вот так вот катаются. И потом получаются аварии. Когда происходит авария, например, в городе где-то там стукнулись, да? Я говорю о таких маленьких авариях. Где-то ударились, там кому-то бампер помяло, там фары разбило или еще что-то. То полиция не всегда вызывается. Потому что можно списать арты. Это, в общем, страховая такая. Страховку списывают. Два водителя. Они локо. Один водитель соглашается с тем, что он нарушил и он виноват, да? И страховка покрывает, так что нет смысла говорить, что нет, что я не виноват, да? Ну, если кто-то говорит, что нет, это не моя вина, то тогда уже вызывают полицию. Ну, приезжает в основном полиция муниципаль. Полиция муниципаль – это городская полиция. Они отвечают там за города. Есть у нас еще полиция националь. Это национально, она уже по всей Испании действует. Ну, а я уже вспоминал вам, самая главная полиция – это гвардия цивиль. Это они уже все верхушка. Это они антитеррористически борются с террористами. Как, например, в России там ФСБ, да, есть? Или там, не знаю, сейчас ли существуют. Вот эти вот Альфа, Вимпл, всякие такие структуры. В общем, гвардия цивиль у нас от всего. И гвардия цивиль, она… В Испании нет дорожно-транспортной полиции, да, ДПС. В Испании такого нету. Здесь тебя может остановить любая полиция. Но в основном этим занимается муниципаль. Есть, конечно, у нас такая полиция дорожная, как бы, регулировщики. Они стоят на дорогах, у них нет ни пистолетов, ничего. Они просто со светками регулируют движение, да. Ну, могут тебя остановить, но штрафы они, вроде бы, не могут тебе выписать. Это вот такая полиция, она помогает, как бы. А самое главное, гвардия цивиль, она уже на трассах стоит. Они в городе никого не останавливают, они только по трассам. Локо, отсуще. По трассам они останавливают уже тогда машины, могут тебя остановить и проверить документы. Это уже, в общем, если тебя остановят гвардия цивиль, то это серьезно. Потому что на трассах только действуют они. Например, полиция муниципаль и националь, они за город не выезжают. Они тебя не могут остановить за городом, потому что это уже не их юрисдикция. Например, если я выехал за Мадрид, все, они уже там не функционируют. Там уже гвардия цивиль занимается этим. Хотя гвардия цивиль и может тебя в городе остановить. В общем, эта полиция может все. Да? Ну, вы поняли. Возвращаясь, когда стукнулись, то приезжает полиция муниципаль, ну, и списки. И тогда уже там записывают, кто виноват, кто не виноват. Они уже смотрят. А так, обычно, если стукнулись, то просто написали, да, тату-ту-ту. И сегуру, страховка покрывает все. Так что нет причин там нервничать или еще что-то. Например, я вижу ролики там в России или в таких странах вот этих вот, да. Даже в Польше. Выбегают там с битами, с палками, бьются на дороге, дерутся. Ну, это дикость. В Испании такого нет. Здесь все, что могут сделать, это показать, что ты больной на голову, там, чтобы покричать через окно и все, и дальше поедут, да. Ну, это если кто-то кому-то заехал дорогу, не уступил там, где-то подрезал. То могут только там через окно, там, был раз случай такой, въехали мы с другом, и в общем мы едем, и нам начинает съезжать с левого ряда, да, на наш. Три полосы движения, мы едем в средней полосе, и этот с левой начинает съезжать. Но он съезжал где-то от нас был, наверное, 2 метра, начал включать поворот. Да, ну, в общем, мы его не пропускаем, потому что мы едем быстрее, чем он. Но он начинает съезжать. И оказалось, ну, что-то из Великобритании. Он наваясь там в сигнале, там, подъехал, там, начал что-то показывать, да. И потом, в конечном итоге, он обогнал нас, и давай показывать средний палец, да. Ну, так посмотрели друг на друга, сказали, ну, больной какой-то, да, и поехал. Наверное, в Великобритании так все ездят, да, там, показывают друг другу средний палец. Как часто штрафуют полицейские в Испании? Не часто. Потому что можно нарушить даже при полицейском, но он тебе ничего не сделает, потому что ему лень, и ему не хочется этим заниматься. Если там незначительное нарушение, да, там, запарковался как-то не так. Ну, с парковкой в Испании тяжело, да. Например, в Мадриде тяжело с парковкой, потому что очень много машин, и нигде запарковаться. И, ну, все паркуются по правилам. Могут встать в два ряда, да, например, да, там, ну, на некоторое время, не на постоянное. Ну, полицейские махнут над рукой, потому что они понимают. Например, когда праздники, то это вообще паркуются все, кто где хочет, и полиция-то уже никого не трогает, потому что, ну, негде запарковаться, и полиция-то понимает, да. Если никому не мешаешь, то можешь запарковаться. Ну, а если ты запаркуешься на тротуаре, все, полиция тебя штрафует и забирает машину. Это уже тебя не спасет. Вот, на тротуаре нельзя. Не знаю, как у вас, но у нас пешеход имеет першинство. Пешеход, короче, главнее, его машины должны пропускать. Я не помню, как у нас в Польше. Вроде бы в Польше пешеходы не должны пропускать пешехода. Напишите, как у вас. Пешеход имеет привилегии или нет. Потому что у нас, да, у нас увидели пешехода, вот уже подходят, все сразу же все тормозят и становятся. Бывают случаи, что проехал, как бы не заметил, то сразу же там рукой, вы, извини, извини, извиняются, что я тебя не пропустил. Возле меня, улица такая есть, там знак Х, парковка, стоянка запрещена. Все там паркуются, потому что, ну, как бы негде запарковаться уж, сильно. И полиция проезжает, это все видят. Они могут приехать и просто пройти всем штраф, выписать. Там немного, где-то 100 евро штраф. Если заплатишь в течение, там, двух недель, или до месяца, я не помню, то, ну, половину меньше это платили, да. Например, радары стоят у нас на трассах. Я уже говорил, что здесь нет полицейских, что с палочками стоят и останавливают, да. Могут стоять радары, могут стоять полиция с этими, вот, с радарами ручными, либо стационарный радар, да. Но это когда ручные радары, это они уже акцию какую-то делают, тут стоят, а там где-то дальше, но это по трассам, бардия цивиль уже стоит, и тебя останавливают, да, ты нарушил, либо просто проверка документов. Могут остановить для проверки документов, например, права там. Не знаю, как у вас, но у нас, когда остановят, то проверяют все документы, права, документы и права, да, у человека, у всех. Все, кто находится в машине, проверяют. В общем, друзья, нарушают у нас в Испании поголовно, очень большой процент нарушителей. Едут, не пропускают, не соблюдают правила дорожного движения. Как будто бы, я не знаю, и много есть те, которые из школы выходят, да, которые сдали на права, как будто им вообще там ничего не объясняют. Я не знаю, как можно ехать и нарушать. Там, где знак 50, они 80 едут. Там, где стоянка запрещена, они становятся. Была такая ситуация в Валенсии, что парковались, там не было где, были мои друзья, не было где запарковаться. И выходит, говорит, паркуйся так вот, вдвойную, типа. Вот, говорит, только поставила на нейтралку, да, чтобы сосед мог утром выйти, если хочет выехать, то чтобы он мог машину твою оттолкнуть, да, и чтобы мог выехать. Так все делают. В общем, ну, чуть-чуть странно это было с самого начала, но в Валенсии, в таком одном районе, я знаю, что есть. Так делают. У нас в Мадриде я такого не встречал, чтобы поставить на нейтралку в каком-то районе, и чтобы машину оттолкнули, чтобы потом выехать можно было, да. В общем, друзья, если вам говорят, что вот в Европе про другие страны, я вам не скажу. Я вам говорю только за Испанию. За Мадрид. Это про Мадрид. В других частях Испании может быть по-другому. Могут и полицейские быть жестче, да. Да, смотри, когда все-таки говорится «лайт». Ну, не будем брать в тот факт, когда они поехали в Барцелону, да, там сделали мясо с протестующими. Ну, а так у нас полицейские нормальные. Помню, раз была такая ситуация, был я в центре города, и не мог найти улицу. Ну, а улица была в центре, она была, у нас такие улички маленькие, закоулки там есть, и я всех улиц не знаю, я никогда, не знаю, у меня памяти на улице нету, я не могу запомнить. Я сам и главный могу помнить, а таких, вы думаете, я знаю, какие вокруг меня улицы есть? То есть, знаю, все на памятном. Две-три улицы знаю. В общем, суть не у этого. И искал, и стояли полицейские, машина бронированная там, в общем, они с автоматами стоят, потому что, ну, у нас из-за этих терактов всяких и так далее, то в центре города есть полицейские, есть в гражданской одежде, и есть такие, которые стоят с автоматами. В общем, там ничего страшного нету, это выглядит довольно-таки нормально. И туристы себя, например, наверное, чувствуют более безопаснее, когда видят, что есть полицейские, да? Ну, вообще, подхожу, я к такому полицейскому, я думаю, молодой парень был, ему говорю, он не знает, где эта улица находится, я ему показываю, как называется это, вот. А он стоит с таким большим автоматом там, в экипировке весь был, не жилет, тут, а, в общем, пистолет один, второй, там такой стоит Робокоп, прям, можно сказать. И это вот, и он говорит, пошли. И так со мной идёт, такой, ту-ду-ду, ту-ду-ду, я возле него такой и иду, и так, ну, смешно было меня-то посмотреть, и он такой идёт с этим автоматом, такой, так, говорит, пойдёшь туда, там повернёшь, и там чуть где-то пройдёшь, да? В общем, полицейских можно просить, всё, что вы хотите. Тем более, что он стоял на службе, он стоит в определённом месте стоял, да? Но он всё равно со мной пошёл и показал, где мне это вот нужно, куда мне нужно идти. В общем, друзья, это будет, наверное, всё. О нарушителях в Испании. Повторю, что нарушают, и, не знаю, изменяйте это, нужны больше штрафы, наверное, или больше полицейских нужно штрафовать, потому что, я говорю, полицейские не всех штрафуют и махают, как бы, рукой. Если у нас эти вертолёты, которые летят, там, за 10 километров, он тебя снимает, прям тебя так приблизит, что капец, но этого не хватает, видимо, да? Или просто испанская полиция не очень хочет изштрафовать всех. Хотя надо, потому что есть аварии, есть статистика, погибают люди, и нужно с этим что-то делать. Так что, друзья, там наше видео будет заканчиваться, и подписывайтесь на мой инстаграм, на мой второй канал, на канал друга, ставьте лайки и распространяйте мои видео, чтобы нас было больше. Ну и, конечно же, задавайте мне вопросы на разные темы, что вы хотели бы узнать, чтобы я мог снимать, да, на какие-то темы. Сейчас уже у нас весна, уже теплее, начнётся больше всего происходить, и буду выдвигаться где-то, я снимать в мотоцикле города Мадрида Блоком. Как вы поняли, это три диска, крылатый, сбросил мне телефон. Ты что наделал, эй? Ты, hombre, Блоком? Эй? Что нарубиваешь? Кстати, чтобы его снять на видео, я хочу сколько раз вам поснимать его, но не удается. Но такая вещь, что я его снимаю, он сразу летит на телефон, и всё, и заглядывает, что я там делаю. Вообще, ребята, все, всем удачи, до новых встреч, и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»